К нашему эфиру присоединяется социолог, политический эксперт Игорь Эйдман. Игорь Виленович, рады приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Игорь Виленович, по вашей оценке, насколько история Игоря Ивановича является показательной? Ну, я думаю, что совершенно стандартная история в российской армии. Зашкаливающая идиотизм, зашкаливающая насилие, в том числе немотивированное пьянство. Если это и раньше было достаточно распространено, то сейчас, после начала широкомасштабной агрессии в 1922 году, это, скажем так, стало уже просто нормой. Ведь берут в армию сейчас абсолютно криминальные личности, криминальные элементы вступают в армию. Прямо из лагерей какие-то маньяки, педофилы, убийцы, насильники. Они привносят в армию криминальное мышление и криминальные понятия. Причем в самом таком отмороженном варианте. Естественно, что это все передается и офицерам. И бессмысленная двухлетняя кровавая война заставляет людей деградировать, заставляет людей становиться все больше и больше толерантными к насилию. И сами употреблять это насилие, плодить садистов. Соответственно, пьянство тоже процветает, наркомания. Все это абсолютно очевидно. Когда у офицеров появляется власть над жизнями, фактически над жизнями солдат, они начинают проявлять эти свои садистские наклонности, особенно в пьяном виде, могут действительно спокойно убить и посадить в тюрьму и что угодно. Сделав я на яму, и там пятисотых, те, кто пытается как-то уклониться от активного участия в боевых действиях, отвозят, там фактически пытают. Так что весь этот ужас, который мы, в общем, знали по какой-то литературе криминальной, по большей степени, сейчас процветает в российской армии. Гарри Олегович, хотелось бы с вами сейчас обговорить действительно страшную тему. Итак, по информации расследователей издания «Медуза», российские власти разрабатывали и разработали целую систему, подчеркиваем, на этом перевоспитания, так называемого перевоспитания похищенных из Украины детей. Пытаясь сформировать у них российскую идентичность. Российские власти боятся детей, насильно вывезенных из Украины, и пытаются их, опять-таки в кавычках, перевоспитать и поставить под жесткий цифровой контроль. В этом самый жесткий цифровой контроль. Насколько это приоритетная задача для преступного кремлевского режима по состоянию на, скажем так, март 2024 года? Да, вот эта вообще вся афера с массовым вывозом украинских детей и подростков в Россию, это абсолютно демонстрация параноидальных идей Путина. У него же своих крепостных не хватает, население России сокращается, грождаемость сокращается, пущенного мяса становится все меньше и меньше, крепостных у него становится, свои все рабов все меньше и меньше. И он решил в таких традициях действительно какого-то то ли рабовладельческого строя набег устроить на соседнюю страну и захватить рабов там. То есть захватить свободных людей там и превратить их в рабов. Но естественно, что взрослых людей своих рабов не превратишь, то есть они их можно подчинить, но они не подчинятся психологически, не подчинятся тебе в человеческом плане. До этого еще, опять-таки, если мы возьмем историю, он же любит во всякие исторические экскурсы. В те времена, в которых он живет ментально, то есть какие-нибудь времена рабовладельческого строя или феодализма, захватывали действительно детей. Вспомним историю мамлюков, да, захватывали детей, в рабство их отдавали, а потом воспитывали из них таких манкуртов, родства непомнящих, которые были абсолютно преданы своим новым хозяевам. Это было и с янычарами, и с мамлюками и так далее в Турции, в Османской империи. И, в общем, он, видимо, защищает себя таким новым султаном, новой, только уже не Османской, а Российской империи. Вот он бы решил обзавестись вот такими рабами, да, то есть сделать из людей, переформатировать, как они говорят, психологию детей и сделать из них российских рабов. Новых крепостных, а впоследствии новых янычар. Конечно, я уверен, что у него ничего не получится, потому что у него нет на это времени. Потому что у Османской империи для того, чтобы создать вот такую категорию, касту такой фактически янычара, ушли столетия. А у Путина нет, я думаю, и десятилетий. Поэтому вся эта афера, которая уже привела к тому же, что против него выдали ордер уголовного суда в ГАГе, в результате, как я уже сказал, эта афера закончится пшиком. Потому что уже сейчас ему приходится все-таки отпускать не всех, конечно, но некоторых хотя бы захваченных детей. А в скором времени, я думаю, придется отдать всех захваченных. Как меняются настроения в Российской Федерации непосредственно в преддверии проведения фарса, именуемого выборой президента РФ? Ну, никак не меняется, к сожалению. Все остается ровно так же, то есть те же настроения, те же действия кремлевских властей, которые мы наблюдали буквально еще месяц или два месяца или полгода назад? Ну да, абсолютно все то же самое. Можно сказать, что немного активизировалась оппозиция в связи с этим, планируют там акции и так далее. Но все активизации это довольно, я бы сказал, робкое. Я не хочу никого ни в чем обвинять, тем более находясь вне России. Но просто по факту она, эта активизация, ну довольно робкая. То есть вот сейчас есть идея этого акции «Полдень против Путина», но вся фишка в том, что люди будут выступать против Путина, в полдень придут к избирательным участкам, но только организаторы акции их всячески призывают никак не проявлять визуально или как-то вербально, что они против Путина. То есть люди просто подойдут к участкам и станут в очереди голосовать. Их будет много, я надеюсь. Но пока, и может быть там же родится какой-то стихийный какой-то протест, но пока организаторы, дабы не привлечь внимание каких-то российских силовиков и не подставить, как они говорят, участников, их призывают к тому, чтобы они вели себя предельно тихо. Так что, скажем так, довольно странная протестная акция. Протестная акция без протеста. Ну посмотрим, что из этого все получится. То есть да, активизировалась вот эта либеральная часть населения антивоенная. Сначала они все подписывали за Надеждина, сейчас вот они ждут этой акции и надеются, что она как-то пройдет очень убедительно. Но в целом ничего, конечно, не меняется. Этот фарс идет по запланированному плану, по тому сценарию, который давно написан. И этот фарс поставлен администрацией президента Ваглаев-Кириенко. И, собственно, ничего нового здесь ожидать не стоит. Да, но, Игорь Веленович, мы видим изменение ситуации, ну наверняка не по плану что-то пошло, не по плану Кремля в Курской и Белгородской областях. В частности, действия РДК, Легион Свободы России и Сибирский батальон. Как вы считаете, действия такой оппозиции, вооруженной оппозиции, могут ли изменить ситуацию? Понимаете, тут, да, пока эти действия все-таки, скажем так, вооруженная оппозиция есть, и это очень хорошо, это позитивно. Но пока она не наносит какого-то масштабного характера. Я думаю, что если бы российская оппозиция в эмиграции приложила столько усилий, сколько она сейчас прикладывает на организации, с моей точки зрения, достаточно бессмысленных акций, приложила бы такие же усилия для того, чтобы создать мощный вооруженный отряд, какую-то армию, там, не знаю, свободной России, которая бы сражала в составе ВСУ против российских властей, причем, в том числе и на российской территории. Я думаю, что это бы принесло бы, конечно, дело освобождения России от путинского режима, дело освобождения мира от Угро и Украины, от войны, которую этот путинский режим несет. Это бы принесло этому делу гораздо больше пользы. И, конечно, я думаю, что будущее... Путинский режим ведет войну, и мирными протестами его не свернуть. Его может свернуть только войной, только силой. И это становится очевидно для всех. Навальный героически погиб, пытаясь как-то мирный протест организовывать. Но, как мы видим, ему это не удалось, его просто скрутили и убили. И так же, я очень переживаю, будет и с другими мирными акциями. А вот силой этому режиму противостоять можно. И российские добровольские части, не только РДК, и Легион свободной России, Сибирский батальон, они демонстрируют эффективность этого противостояния. Как я уже сказал, я считаю, что общим делом российской эмиграции могло быть создание вот такого уже полномасштабной армии освобождения, которая бы боролась бок о бок с ВСУ против путинского режима, сражалась бы в том числе и на российской территории против этого режима. Это было бы очень здорово. И я надеюсь, что за этим будущее. Игорь Владимирович, и напоследок. Вы знаете, то, что Путин на будущие псевдовыборы захочет согнать как можно больше людей преклонного возраста, среднего возраста, это понятно. Но вот появилась информация, что Кремль поручил беспрецедентно усилить принуждение к участнику в голосовании на так называемых президентских выборах молодежь. И тут вот главная формулировка, как сообщают журналисты-расследователи, сделать начальнику приятно. Это что, очередное, так сказать, очередное проявление окончательного сумасшествия Путина? Смотрите, вообще российский чиновник, он делает карьеру, и вообще его действия оценивается Кремлем именно с этой точки зрения. Насколько он приятно делает Путину, да? То есть это как проститутка. Российский чиновник, российский силовик – это такая проститутка, да? От нее требуют, чтобы она хорошо выполняла свои функции. Я просто не буду сейчас... И эти функции так знают. Я думаю, я не буду сейчас шокировать зрителей. И они, собственно, этим всем и занимаются, обслуживают, удовлетворяют Путина как могут. А у него он, как бы, человек в неадеквате, и каждый раз его фантазии становятся все более болезненными и все более изощренными. А чиновники только и делают, что учатся там на шпагат садиться, учатся там всякие стоя, лежа там на люстре и так далее, и так далее, обслуживать своего хозяина. Вот, в общем-то, новая прихоть этого хозяина, он же клиент российских чиновников-проститутов, это пригнать молодежь, чтобы и молодежь тоже продемонстрировала, что она лояльна. Я думаю, что Путину очень не нравится, что по всем опросам молодежь менее всего лояльна к нему и менее всего поддерживает войну из всех возрастных категорий. И сейчас вот они хотят пытаться сделать Путину приятнее, что вот они и молодежь тоже пригонят на выборы. Я думаю, что ничего у них, конечно, не получится. Да, действительно, молодежь студентов будут заставлять голосовать электронно, но я думаю, что в массовом порядке эта инициатива все-таки не будет, не достигнет успеха. Тут есть еще следующий момент у Кириенко, который руководит этими выборами, по сути. У него есть собственный, ну, конечно, Путина, он на Путина работает, но вторая часть у него есть собственный клиент, это некий Дованков, это выращенный им в пробирке Ганмунклюса. И они сейчас пытаются всячески уговорить оппозиционно настроенный электорат, молодежь, голосовать за него, чтобы он набрал побольше голосов, и чтобы его потом использовать в качестве некой замены, как некого фальшивого Навального, лидера псевдо-либеральной псевдо-оппозиции. Для этого ему накачивают сейчас голосование, и в том числе за счет того, что пригоняет на выборы молодежь. — Игорь Виленыч, спасибо большое за то, что поделились информацией, спасибо большое за то, что прокомментировали события. До новых встреч, думаю, что сейчас в ближайшие дни многое может измениться, потенциально. Не будем забегать наперед, дальше обсудим. Игорь Виленыч, спасибо еще раз. Игорь Эйдман, социолог, политический эксперт. — Спасибо. — Благодарим.